Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Недавно к моим императорам гости пришли школьные друзья, и я готовил для них пиццу в дровяной печи. Она хороша тем, что разогревается до 450 градусов. Для неплитанской пиццы важно, чтобы под печи был разогрет до 420 градусов по Цельсию, а свод до 460. Ну, я вам говорил это в роликах про пиццу, вот сюда щелкните, да посмотрите. Так вот, печь массивная, остывает долго. Гости давно уже ушли, а она хоть и подостыла немного, но все еще была горяча. Термометр, вот этот, показывал 230 градусов. Его датчик расположен у самого свода, а вот этот показал температуру пода, 210 градусов. Пока я гостей пиццами кормил, набегался тут и ничего серьезного затевать уже не хотелось на ужин. А в холодильнике лежала рыба, конгрю, в России ее иногда еще креветочной называют. И я решил просто забросить ее в глиняный горшок со всяким разным и отправить это дело в печь. Результат мне так понравился, что я просто обязан вам его показать. И на сто процентов уверен, вовсе не обязательно готовить в дровяной печи. Сегодня буду готовить в духовке. И даже именно конгрю не нужна. Я, например, сейчас вот взял мерлузу. В России продается под наименованием хек, тут кусочки филе. Короче, принцип приготовления такой же, как тушеная картошка с мясом, только вместо мяса в данном случае рыба. Кроме нее понадобится лук, морковь, картошка, лавровый лист, черный перец и майский, он же душистый перец и немного растительного масла. Начнем сначала слой лука. Нарублю его кубиками. Важно в данном случае рубить не соломкой, не кольцами, не полукольцами, потому что при длительном тушении все эти полукольца соломка размягчаются, а затем повисают на вилке этакими неопрятными лентами, похожими, ну, сами скажете на что. Немного растительного масла и лук сюда. А вот если нарубить кубиками, да еще и не крупными, никаких ленточек, повисающих на вилке не будет. Теперь рыба. Нарежу ее на кусочки примерно с мелкое куриное яйцо. Предполагаю, что в таком блюде будет хороша вообще любая морская малокостистая рыба. Ну, та же треска, например, отлично подойдет. То есть речной бы я попробовал, ну, собика, например, на это дело пустил. Рыбу тоже сюда и сразу посолить. И положу уже пару лавровых листочков. И перца душистого и черного. Теперь морковь. На мой вкус мелко рубить ее не надо. Мне больше нравится, когда кусочки в тарелке четко видны. Отлично. И картошка. Чтобы ваше время не тратить, я ее предварительно начистил и нарезал. Но она особенно хороша, на мой вкус, со свежим укропом. Поэтому порубить. Большая редкость, кстати, укроп в наших краях. И пересыпать картошку. Сверху зелень лучше не оставлять, чтобы не подгорела. И этот слой тоже немного присолю. Теперь просто заливаю водой. Если есть у вас рыбный бульон, то будет, конечно, только вкуснее. Ну и с водой получится очень даже вкусно. И в печь. Она уже разогрета до 220 градусов. Что касается времени готовки. Оно очень сильно зависит от нескольких факторов. Во-первых, реальная температура вашей духовки. Во-вторых, размер вашего горшочка. В-третьих, материал этого горшочка. Глина прогревается значительно медленнее, чем тот же самый чугун. Короче, ходите и прислушивайтесь. Как только услышите, что содержимое горшочка начало кипеть, такой шелест, потрескивание, такое побулькивание началось. Засекайте время. 20 минут после момента закипания. Подождем. Примерно 25 минут назад в кастрюле началось тихо кипение. Значит, можно проверить готовность картошки. Смотрите, готово, разваливается. Значит, рыба тоже совершенно точно готова. Сейчас смажу сверху немного растительным маслом. И под верхний гриль. Минут на 5-7. Так, чтобы слегка немного подрумянилось сверху. А я тем временем проблю зеленого лука. И вот финальный результат. Ну и попробуйте только сказать, что это плохо. Согласитесь, чудо какое-то. Вот так. Красотень. И трудозатраты минимальные. Все, как я люблю. Тут и насыщенный бульон, и рыба, и картошечка. Вот так вот с бульончиком вместе. Главное, не обжейся. Лук и морковь дали сладость. Рыба тоже, в принципе, сладковатая на вкус. По крайней мере, на мой вкус. Картошка дала свой крахмал в бульон. Из-за этого бульон стал такой густой, насыщенный. Феерия. Для меня это, наверное, самое вкусное блюдо из рыбы, какое только можно представить. Короче, готовьте и наслаждайтесь. Огромное спасибо, что смотрели. Огромное спасибо тем, кто ставит лайки, кто ставит дизлайки, кто делает репосты. Да, если вы соберетесь обновлять свой парк ножей, то приобрести вот такой вот замечательный пчак. Это пакетный дамаск сердцевиной из VG-10 с закаленной термообработанной до 62 по шкале роквелла. Это круто, я вам скажу. Накладки, не помню, из какой стали, из мягкой стали. Короче, это современнейший нож старой, древней, проверенной формы. Короче, если вы фанаты ножей, смело покупайте. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok